Если в детстве вы играли капельницами и шпателями, к вам часто приходили домой поговорить о здоровье, вы все время слышали разговоры о болезнях, значит вы росли в медицинской семье. О медицинских династиях Самары накануне Дня медицинского работника в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Продолжение следует... В эфире программа «Звоните доктору». Я с удовольствием представляю наших гостей. Это представители одной медицинской династии. Рустам Исхаков, врач-онколог отдела экспертизы качества Самарского онкодиспансера. И Гюзель Исхакова, заведующая приемным отделением Самарского областного клинического онкодиспансера. Добро пожаловать в нашу студию. Добрый вечер. Очень приятно нас видеть. У нас в династии бывают крайне редко. И спасибо празднику. Вот появилась такая возможность пригласить вас поговорить с вами. Мы работаем в прямом эфире. 202-11-22. Вы помните номер телефона. Можно позвонить к нам в студию. Наши гости ответят не только на мои вопросы, но и на ваши. Ну а мы сегодня все-таки поговорим не столько, наверное, о медицине, сколько о какой-то лирике, о каких-то таких вот личных вещах. Мне хотелось бы задать вам много личных вопросов. И прежде всего, история любой династии, она начинается с какого-то героя, с какого-то человека, которому поколения последующие подражают, для которых он является примером. Вот с кого началась ваша династия? Ну, наша династия началась с моей мамы, с Хаков Снеазакировна, которая была врачом поликлиники, участковым врачом, как сейчас модно говорить, семейным врачом, и проработала почти 60 лет на участке. Нас знал весь наш участок, я знала с детства все болезни соседей. То есть это был человек, вот семейный врач. То есть вы играли шпателями и капельницами? Практически, да. С фонодоскопами. С фонодоскопами, да. То есть она и была первой врач в нашей династии. А мама хотела, чтобы вы пошли по ее стопам, или это было что-то другое? Мне кажется, да. Как тебе кажется? Вы знаете, ее основной задачей было воспитание в нас добрых, порядочных людей. А уж кем мы будем? Ну, наверное, она хотела нас видеть врачами, но она нас не принуждала к этому совершенно. Но мы видели, что творится, какое добро приносят врачи людям. Поэтому мы, наверное, все-таки в глубине души думали, что, наверное, мы будем врачами. Сегодня молодежь очень часто жалуется на то, что уже к окончанию школы они так и не сделали своего выбора, не понимают, куда идти, где применить себя. Когда сформировался ваш выбор? Ну, вы знаете, у меня к концу школы тоже были сомнения. У меня не было вот ясного желания, что я пойду непременно в медицину. Я колебалась. У меня были такие вот розовые мечты стать археологом. Но, вы знаете, мне очень вовремя попалась под руку книга. И мы недавно с братом разговаривали. Выяснилось, что он тоже ее в свое время читал. Сейчас, к сожалению, почти забытый автор советских времен Юрий Герман. Прекрасная трилогия «Дело, которому ты служишь» называется она. Книга, ну, где-то конца 50-х годов. Там, ну, во-первых, вот этот светлый оптимизм, присущий этим годам. И в то же время там совершенно ясно и четко рассказывается о трудностях и даже где-то мерзостях медицинской жизни, медицинской работы, вот ничего не скрывая. И вот, когда я эту книгу прочитала, а теперь же я подозреваю, что, может быть, мама не зря ее отставила на полочке. Вот. И вы знаете, ну, совершенно как-то переменился взгляд на профессию. Что-то стало более понятно. И я решила вот в конце 10-го класса, что я иду в медицину. Что самое интересное, моя дочь, тоже медик, рассказала мне недавно, что да, на нее тоже Юрий Герман повлиял. Да что вы! Старая книга у нас так на полке стоит. И она говорит, мам, да, я читала Германа и решила, что да, мне надо идти в медицину. Мы сейчас вернемся к этому разговору, потому что прервемся на звонок. Послушаем зрителей. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Так, у нас почему-то, у нас почему-то нет пока звука здесь, в студии. Мы не слышим звонка. Ну, надеемся, что сейчас связь наладится. Мы продолжаем тему. Рустам Наилевич, а вы? Вы знаете, мы постоянно были свидетелями того, как в нашей семье, переживания, заботы о пациентах. Мы об этом слышали каждый день. И вот это все, конечно, наложило определенный отпечаток на то, что творится с нашими людьми. То есть люди болеют, им помогают. И как бы это отложило какой-то отпечаток в наших умах, то, что людям надо помогать. У нас было очень большое окружение друзей нашей семьи. Это были замечательные, всем известные доктора, врачи города Куйбышево тогда. И вот на это все это отложило свой отпечаток в выборе профессии мной, например. Потому что вот их внимание, этих людей, их заботы о нас, конечно, они не прошли даром. И я сделал выбор своей профессии. И вот после прочтения трилогии Юрия Германа я уже окончательно решил, что моя профессия будущая – это врач. Какая-то чудесная книга. Да. Да, правда. И после окончания школы, конечно, я поступил в Урбышевский медицинский институт имени Дмитриевича Ульянова. Будучи в студенческие годы, я занимался научной работой. По окончании медицинского института меня распределили в клиническую ординатуру при Куйбышевском медицинском институте. Не сослали никуда в район? Нет, сразу в ординатуру в клиническую. После окончания клинической ординатуры я был распределен на работу в городской онкологический диспансер, что тогда находился на улице Запорожской, 26. Я проработал там два года в качестве врача-онколога поликлинического отделения. В свободное время я посещал хирургический корпус номер 13. Тогда в больнице имени Пирогова, бывший 13-й корпус, где проводились онкологические операции. Это по своему желанию, я правильно поняла? Это по своему желанию во внерабочее время. И уже через два года при открытии отделения онкогинекологии на Запорожской, 26, я стал ординатором, врачом-ординатором этого отделения. Наверное, мне нужно было сразу сказать нашим зрителям, что это только часть династии. Сейчас у нас в студии у наших гостей дочери, тоже медики, да? И, насколько мне известно, там еще чья-то внучка собирается в медицинский поступок. И вы знаете, если у нас же не только онкологи в семье, у нас в семье еще есть травматолог, стоматологи, врач-нефролог, врач-кардиолог. То есть если собрать всю семью из хаковых, это будет маленькая клиника. Вы никогда не складывали общий семейный стаж? Вы знаете, нет. Надо посчитать. Это любопытная цифра, мне кажется, получится, там она уже не маленькая. Если мои дети, сын и дочь, моя жена, они врачи. Дочь моя, она врач-онкогинеколог, пошла по моей линии. Внучка тоже хочет идти в медицину, это моя внучка. Так что будем надеяться. У нас еще есть брат-кардиолог, его сын-нефролог, мой муж-травматолог, жена Руставна Ильича-стоматолог. Какая-то просто фантастика. Скажите, а наверняка же у вас есть семейные праздники, и вы собираетесь все вместе, да? Как много разговоров посвящено медицине вот в это время? Вы знаете, когда собираемся все вместе, стараемся об этом не говорить. Это праздник семьи. Это праздник семьи, да. Удается? Вы знаете, да. О работе мы можем созвониться и обсудить какой-то случай, если он действительно там вот нужно поговорить, посоветоваться. Мы часто обсуждаем эти вопросы в рабочей обстановке, на работе у себя. А, кстати, дома тоже мы ведем разговоры. Ну вот, наверное, да, если вам папа и дочь и сын все медики, то невозможно мне не говорить о медицине. Частые консультации, по телефону звонит дочь, советуйте со мной. Ну, и другие вопросы мы решаем тоже коллегиально некоторые. Хорошо. А вот тогда скажите, пожалуйста, опыт старших поколений, он ускоряет становление специалиста, молодого специалиста? Вот вы по себе можете судить и по своим, наверное, детям? Конечно, да. Потому что медицина – это такая специальность, вы знаете, это, скорее всего, ремесло. И оно, ну, несмотря на все прекрасные возможности для обучения дистанционного сейчас, оно передается из рук в руки. Вот что-то нужно видеть, как делает человек. Поэтому не только старшее поколение семьи, наши учителя, у которых мы учились, которых всегда вспоминаем добрым словом, это очень многое, значит, становление. А профессионализм, он передается по наследству? Ну, вы знаете, Несса, профессионализм приходит со временем. Вот я не совсем согласен с Гузель Нелли на том плане, что это ремесло. Профессия врача – это врачевание. Это процесс очень тонкий, индивидуальный. Поэтому подход к лечению больных должен быть строго индивидуальным. Каждому больному должен иметься свой подход, свои какие-то навыки лечения больных. Нет таких критериев постоянных для лечения. К каждому больному надо относиться как к индивидуу особому. Но есть же протоколы. Протоколы прекрасны. Протоколы – это канва. Ну, по канве надо ушивать. Надо выбирать из этого протокола то, что нужно для данного больного. Строго индивидуальный подход. Давайте с вашей дочкой познакомимся. Сейчас посмотрим все вместе сюжет, потом продолжим разговор. Служить на благо жителей Самары. Для Камилы Богдановой это особенно важно. Ведь она родилась здесь в семье династии врачей. Выбором своей профессии гордится и никогда в нем не сомневалась. Идет по стопам своего отца и поддерживает высокий уровень его профессионализма. Камила училась в Самарском медицинском университете, а сейчас уже более 20 лет работает в Самарском онкодиспансере. Стараемся всех принять и выполнить в полном объеме свою работу. Это прием, осмотр, взятие мазков, все исследования для выявления процесса на онкопатологию. И с последующим уже лечением в стационарных условиях. Признается, главная награда для нее – это благодарность от пациентов, которые всегда очень честны и искренни. Ее принцип – даже в самые тяжелые дни помнить о своем призвании. Это дает силы для дальнейшей работы. Так как ты выбрала эту профессию, это призвание, а не работа, и ты должен идти до конца, и все свои эмоции, все свои внутренние переживания уже на второй план. Самое главное – это помочь пациенту, потому что это наша работа, это призвание помочь людям, потому что к тебе они обращаются за помощью, вся их жизнь в твоих руках. Я готова помочь, и помогаю, и очень люблю свою профессию. У Камилы есть двое детей. Младшая дочь тоже планирует стать врачом, и мама полностью ее в этом поддерживает. Так что семейная традиция – помогать людям и спасать их жизни и здоровье – продолжится. Если вы вдруг опоздали к началу программы, сегодня у нас в студии медицинская династия Исхаковых, Рустам Исхаков, врач-онколог отдела экспертизы качества самарского онкодиспансера, и Гюзель Исхакова, заведующая приемным отделением самарского онкодиспансера. Вот сейчас Камила в сюжете очень много говорила про служение людям и про призвание. Вот вы сказали, что ваша мама воспитала из вас порядочных людей. Я так понимаю, что вы это же передавали своим детям. Все-таки вот такие вещи не очень часто сегодня уже слышно про призвание, действительно. Ну, работают люди, ну, выбрали специальность, там уж ошиблись, не ошиблись, а уж тем более про служение людям. Вы ее как-то так, соответственно, воспитывали, Камилу? А вы знаете, Камила видела нашу работу, как мы относились к ней. И она видела наше переживание за наших больных. Все это у нее проходило перед глазами. Но недаром, наверное, все-таки она захотела быть врачом, потому что она видела, что мы старались всю жизнь делать добро людям, приносить добро, помогать, переживать, сопереживать с больными. И вся жизнь у нас, служение, делу медицины, помощь больным. И вся наша жизнь была связана с этим. И она жила в этой жизни, она видела все это. И, наверное, не просто пришло к ней решение, такое ответственное решение стать врачом. Вы знаете, я читала, пока готовилась к программе, интервью с одним врачом. И прямо вот выписала для вас, вот он сам пишет. Сегодня в России молодой врач – это необязательно образованный человек. Это всегда небогатый человек. Это человек, не имеющий времени для себя и для семьи. Это человек, работавший в условиях, в которых нормальные люди, скорее всего, работать не захотят. Что скажете про это? Я думаю, что это в любой стране так. Почитайте медицинские книги, хорошие медицинские документальные книги, написанные в Америке, в Англии, в Чехии. Молодой врач – это всегда небогатый человек, который очень-очень много работает, не имея времени для личной жизни. А по поводу того, что не очень образованные сегодня? Вы знаете, есть разные молодые врачи. Я думаю, что это так было всегда, наверное. Поэтому я не очень люблю разговоры о том, что молодые врачи сейчас необразованные. Есть очень желающие знать, желающие обучаться молодые доктора, которые приходят и действительно с ними хочется заниматься и хочется с ними рядом работать. Иногда даже я чему-то учусь у молодых докторов. Но есть, конечно, такие, которым лучше, наверное, не надо было бы идти в эту профессию. Они уходят хоть из нее? Трудно сказать, я это не отслеживаю. Но вообще, на самом деле, я знаю, что отток на первых годах довольно большой из профессии. Что пугает? Можете несколько причин назвать? Я думаю, может быть, люди не совсем себе представляли вообще, что это за работа. Представлялась все это как-то красиво, вот как мы с вами говорили. Белый халат, благодарность, белый халат, да. А это тяжелое, иногда неблагодарное. И самое главное, это работа бесконечная. Поэтому я думаю, что многие просто вот придя и поняв, что это, они уходят. Ну, естественно, да, и зарплаты как бы их не устраивают. Мне кажется, человек так устроен, что он должен получать благодарность за свою работу. Вот вы, мне сказали, 46 лет, да, уже в медицине. А Гюзель Наилевна, 46? Да. А я 32, получается. 32 года. Ну, это огромный, огромный срок. И вот за это время, имея неблагодарную работу, неужели ни разу не хотела с ней расстаться? Мне нет, честно говоря. Инесса, вы знаете, мы никогда не ждем благодарности, потому что мы не просто пришли на эту работу созерцать, а мы пришли помогать. Не зря мы выбрали эту специальность онкология, потому что работать онкологом – это работа врача примерно военно-полевой хирургии. Вот я знаю, точно знаю, что молодые люди, которые работают у нас, молодые доктора, это люди с высшим образованием, люди, которые стремятся к знаниям, которые уже имеют очень многое, и на них ложится очень большая ответственность, и мы верим в них. Я знаю, что из них получатся высококвалифицированные кадры. Эти кадры необходимы нам. Вот наш диспансер – это сосредоточие вот этих именно молодых профессиональных кадров, от которых будет зависеть дальнейшая судьба онкологии. Многое зависит от людей, которые занимаются этой проблемой. Ну, невозможно с онкологами все-таки не проговорить про онкологию. Ваше мнение на протяжении вот всех этих лет, наверное, какое-то составилось впечатление. Почему так много рака сейчас? Ну, вы знаете, тут вопрос достаточно сложный. Причина, конечно, не одна. Самое, казалось бы, вот парадоксальное с точки зрения простого человека, то, что люди стали дольше жить. То есть онкология, ну, есть случаи, когда болеют. Да, есть фраза одного онколога Маститова, что у каждого пожилого человека поджидает свое онкологическое заболевание. То есть онкологическое заболевание – это мутация своих собственных клеток. То есть изменение под воздействием каких-то неблагоприятных факторов. Конечно, молодые тоже болеют, но большей частью это болеют пожилые люди. Так вот, продление жизни, то есть парадоксально, успехи медицины в других областях, они приводят к тому, что частично приводят к росту онкологических заболеваний. Вторая причина – это, конечно, ну, то, что мы едим, как мы себя ведем, окружающая среда, чем мы дышим, грубо говоря. Это тоже влияет. Большое количество консервированных продуктов, большое количество сублимированных продуктов. Все это, конечно, тоже приводит к раку именно пищеварительной системы, да, скажем, облегченную так. Мы стали лучше питаться и меньше двигаться, растет ожирение. Рак молочной железы и особенно рак женских половых органов – это в основном удел женщин с избыточным весом. Ну, вот такие причины. Ну, и плюс ко всему мы стали все-таки лучше диагностировать рак. Да, как бы это ни звучало парадоксально, да, чем лучше диагностика, тем больше, конечно же, выявления. Давайте попробуем еще раз, может быть, связь сейчас нас не подведет. У нас есть звонок. Алло, алло, здравствуйте. Как жалко, что мы не слышим. Звонок? Нет, нет, к сожалению. Ну, хорошо. Руставна Ильевич, вы практически все эти годы работали женским доктором, женским онкологом, да, правильно я понимаю? Я сейчас скажу, Анатолий, работая на основной работе онкологом, гинекологом, апеллирующим, я, конечно, совмещал свою деятельность и в работе в экстренной гинекологии, и в оказании паллиативной помощи онкологическим больным. Ну, с 2019 года я все-таки оставил эту работу и перешел работать в консультативно-диагностическое отделение нашего диспансера, где проработал два года. Там очень интересная работа. Вы знаете, очень тяжело видеть больных молодого возраста, которые приходят к нам уже с запущенными формами заболевания. Вы знаете, просто удивляешься и не находишь даже слов для того, чтобы выжить свое удивление и возмущение, почему это так происходит. А происходит это, по всей видимости, потому что позднее обращение, больные очень поздно обращаются, длительное обследование по месту жительства, большой поток больных. И вот этот поток надо вовремя переварить, поставить на рельсы дальнейшего их лечения, чтобы получить какой-то положительный результат. Гюзельна Елибна, вы тоже много лет уже работаете в приемном отделении. Вот мне почему-то, знаете, сразу ассоциация приходит с Романом Михейли, аэропорт, отель. То есть это такая вообще мощная структура, там ничего не понятно человеку со стороны. Вот у вас же, мне кажется, тоже что-то сроднее этому, да? Вот насколько сложная структура распределения больных, приема, маршрутизации. Ну, вы знаете, во-первых, конечно, количество больных. Вот я собираюсь сегодня на передачу, все-таки посмотрела несколько цифр. За прошлый год у нас через приемное отделение прошло и госпитализировано 54 972 человека. За этот год, за 5 месяцев почти 21 тысяча. То есть это, ну, представляете, каждый день сколько у нас проходит пациентов. Вот, поэтому, конечно, вот действительно вы сказали, если смотреть на это со стороны, ну, кажется, что это вот какой-то опыт невозможный. Но все-таки достаточно четко маршрутизация у нас прописана. То есть у нас работает система громкой связи оповещения, вот как в аэропорту. То есть вот больные такого-то отделения пройдите, пожалуйста, туда-то. Вот, у нас существуют памятки, то есть больной, когда ему уже назначена госпитализация, объяснено, какая у него методика лечения предстоит, назначена дата, он получает в руки памятку, ему разъясняют. То есть он должен прийти со всеми обследованиями необходимыми. И мы уже на другой день берем на операцию. У нас больные долго не лежат. Поскольку такой поток, мы не можем себе позволить роскоши, в общем-то, тратить хотя бы лишний день. Вот, если пациент пришел, все у него аккуратненько, собрано, готово, и он долго у нас не задержится в приемном отделении. Мы его оформим, и все, он уже идет на этаж. Но беда в том, что, ну, не всегда все так гладко получается, вот. Но, тем не менее, вот у нас еще несколько цифр, скажу. Когда мы только переехали в новый корпус, и приемного отделения раньше в старом корпусе на Запорожской не было. И, собственно, я и начала организовывать приемное отделение. Я тогда и пришла в онкодиспансер. До этого я заведовала таким же приемным отделением в больнице Пирогово. Вот это была чисто фронтовая работа. И мы клали, ну, нам казалось, что 100 человек в день – это очень много. А сейчас мы вышли на производственные свои мощности, до которых, видимо, нас и строили когда-то. И мы в день по 200, вчера 290 человек в день оформили. И, тем не менее, мы начинаем работать в 8, и к 12, и к полпервому уже все наши пациенты находятся в своих палатах. Рустам Нейлевич, хотела бы вот о чем вас спросить. Раньше больной приходил к доктору, и доктор назначал ему лечение. И говорил, будет вот так. Сегодня несколько другой подход, и врач говорит пациенту, вот, возможно, такой вариант и вот такие последствия, или вот такой вариант и такие последствия. Предоставляется возможность выбирать больному. А вам не кажется, что это не милосердно? Ведь больной, ну, а как он должен выбирать? У него же нет ваших знаний. Выработанные алгоритмы лечения – это еще не руководство к действию. План лечения вырабатывается коллегиально, с участием нескольких специалистов – хирурга, радиолога, химиотерапевта. И в результате этого разбирательства вырабатывается конкретный план лечения каждого больного. Все индивидуально. Алгоритм есть алгоритм, а здесь подход чисто индивидуальный. И в зависимости от стадии заболевания, состояния больного, составляется план его дальнейшего лечения. И не только лечения, но и план дальнейшей реабилитации. Вы знаете, время меняется. Вот когда мы начинали работать, да, существовала в нашей советской тогда еще медицине так называемая патерналистская модель. То есть врач, как родитель строгий, но справедливый, он, в общем-то, с больным особо не нянькался, да, так говоря по-простому. И он говорил, да, Иван Иванович, завтра операция, и, в общем, никаких гвоздей. Вот. Сейчас изменилось время, изменились люди, изменилось само общество. Поэтому, ну, вы знаете, для того, чтобы пациент мог сделать выбор, мы не всегда, ну, так сказать, вот есть ситуации, когда больной, да, он сам может сделать выбор. Есть у нас такие, в общем-то, ситуации, когда мы можем предложить оперативное лечение или, к примеру, там, радиотерапию. Но для этого мы должны пациенту объяснить, так, чтобы он понял, не какими-то заумными терминами, а то, что происходит с вами вот то-то, то-то, то-то. Мы вам предлагаем вот это, вот это, и вы должны выбрать. Как жалко, что мы должны сейчас попрощаться с нашими зрителями. У меня еще очень много к вам вопросов. Но, тем не менее, мы должны попрощаться. Я благодарю вас, поздравляю с наступающим праздником и огромных успехов в вашей работе. И, пожалуйста, не болейте. Спасибо. Спасибо большое. Увидимся все равно через неделю. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»